Пейте, 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 пейте. Друзья, ну что, потихоньку начинать предстатку потреблять. Они только поедали, но в принципе не голодные, но едят. По чуть-чуть, не много, но едят. Сейчас я их вернусь. Вот здесь лезешь, тут мамка лягает. Пейте. Бегом, бегом. Занимай свои места. А нет. Голубайся. 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 Пышка. Так, друзья, ну что, получается по поросятам 10 штук. Живи здорови. Что я сейчас скажу по самим поросятам? Обычный опорос. Обычный опорос, обычный поросят на свои 10 дней. То есть даже, я бы сказал, и крупненький на 10 дней. Вот такие варианты. Иди сюда. Ну есть, крупненький и есть. А ну иди сюда. Брошка. Вот заразочка такая. Иди сюда. Иди сюда. Вадушка. Эх, эх, да. О, диви таки. Посылающих 10 дней. Ах, кульбышечка. Березовский. У березовских в ухах лежать, а в моих торчать. Вот он мой. Уши торчать. Бежи, бежи. Обычный опорос и обычные поросят. Не скажешь, что там отстали, подкидыши, вяли. Нет, обычные. Все живи здорови из своих 10 штук. Так как я сказал, допустим, что те, что были вишни, они, как бы, получаются и сами, и сам не гам, и другому не дам. Так и получилось. А сейчас, видите, веселые обычные поросят. Есть индивидуумы, конечно, очень крупные. Есть и мелковатый пару штук. Ну а так, в принципе, я думаю, подтянуться. Предстарт уже начали лискать, пробовать. Я им уже два дня насыпаю. Более-менее. Предстарт едят по чуть-чуть. Не скажешь, что вообще не едят. Едят по трошку, но едят. А это самое главное. Если они по трошку едят, то значит все. Вон, смотрите. Все живенькие, все. Бегом, бегом, бегом. Все живенькие, все лизвенькие. Брошкина одразу на заднюю откинули. Десь в задних рядах. Уже такий не влазить. Так это только 10 дней. Что будет через еще 20 дней? Товарищи, смотри, смотри по лису. Куда этот по лису? Не по по лису. А это из моих вариантов. Кейпаж. Это каштана внуки. А морда каштана, да? Каштана внуки. Лисень. Бежи, бежи, бежи. Это иначе. Ухо торчат. Бежи, бежи. Они не голодят. Она так и продолжает. Каждые 15-20 минут. Вот этот мелковатый. Беленький мелковатый. Ну и то он был вообще так и вялый. Я думаю, он и не этот. Не выйдет. Не нормально все. Живи, здоровый. То есть по поросятам, слава богу. Как обычный, стандартный опороз. Даже, я бы сказал, наверное, будут, судя по тому, что я сейчас бачу на 10 дней, они будут крупные. Крупные поросята при отъеме. Кто бы ни сказал, у меня поросята есть и 9, и 10, и 14 килограмм противных. А то там скажут нереально. Ну как нереально, что я дурачок. Чи я вообще с головой не дружу, что в 5 месяцев он будет в районе 130 килограмм. Это, там, ну не хочется. Да это нереально. Захожу в срайце, а ну как нереально. Думаю, им 4 месяца, это 100 килограмм сейчас будем влазить 20-го. В районе сотни будет, а то и сквозки. Четырехмесячные, а эти такие чуть отстают, мне от дых. Ну, 125-130 должны быть минималка. Ну вот, дивиться, давай, мы не будем ходить. Ось я их пересадаю. Ось, 5 месяцев. Они у меня маленькие, но сбыти тяжелые, помясни. А ось будет 4 месяца 20-го часа. Ну что, или я думаю, или лыжи не едут. Ось, оно сотня будет в нем. Четыре месяца, а то и 105 или 110. Так же, водовага рассказывает. Водовага показывает, как есть. Ось, четыре месяца. Скоро будет, через пять дней. Четыре месяца. Ну, о чем речь мы ведем? Ну, есть же все ролики на канале. То ли был оборот, то ли месяц, два, три, а это будем четыре. Вероника, он приезжает. Вероника, он приезжает, догоняет. Ну, не догоняет, ну, почти до основной. И так. Да? Ось, дивися. Ось, дивися. Ось, дивися. Я вообще уже головой не дружу. Ну, вы так раз сказали нереально. Ну, как нереально, если у меня постоянно так. Так, колеса у меня были в 5 месяцев 109 килограмм, есть ролики, 109. Это маленький вес на 5 месяцев, ну, для меня маленький, я считаю, что это маленький. При интенсивном, правильном откорме на отходах и мусорах 6 месяцев, я думаю, будет... 170 килограмм, должны быть. Вот 4 месяца, ну, что, вот будет 4 месяца, что, я дурак, или что, ну, вы же таке рассказываете, нереально, ну, как нереально. Ладно, вы кажете, итальянцы, что там случайно так получилось, итальянцы не попурят против шипов. Все покруче, а ну, иди сюда, Мателли, давай. Вот, 4 месяца. Ну, огня будет, 100 килограмм будет. Да, 100 килограмм будет. 100 килограмм, ну, что, или 105, может даже столицу. Ну, с вишенки, на вишах вы знаете. Бачите, они гавкают на меня. Рассказывают, реально, нереально. Немеччина, Германия и так далее. Так приезжают, расскажу, как кормить правильно. Если они до сих пор не имеют кормить, то, так приезжают, будем консультировать. Ну, ось, ну, что тут бавать. Я уже бачу, ее можно убирать. Чем 5 месяцев не мало. Ось, хорошенько. На мясо, на продажу копать. Эй, эй, это уже еле кофе. Ось, пятачок, чтобы у сам подстал. Ну, шок, за что мы говорим? О, шок. А вишенка загоняет их. Сыть мы, сыть остываем до 8 месяцев. Я покажу весу 8 месяцев. А тут, там он может быть случайно. Да, случайно он не может быть ничего. Сыть, случайно, только может быть диарея. Ось, бегает, рисляется. Подкидыши. Обычный, стандартный опороз. Вот, как обычный опороз произошел в норме. Вот так же и эти. Обычный опороз. Поросята, ну, за гляденье. Единственное, что меня спущает, эта свиноматка F1, что она не покрита. Да, мне сейчас так кажется. Две мы на ОЗИ просветили, сейчас вот эту будем светить. И вот эту. Та покрита, ну, судя по внешним признакам. А эта, сейчас мне вообще не нравится. Может даже и будет из четырех F1 одна выборка. Может быть и так. Но если и так, то ничего страшного. Все в пределах нормы. Так же, друзья, ой. Что еще я обнаружил. Перевел сюда свиноматок, сюда кантор Шунюру, туда Киевлянку. Вот выказалось, свиня не даёт гладить вымя. Перед опорозом она все даёт. Покажу я. Она тоже не давала. А сейчас перед опорозом. Все, перед опорозом она даёт. Так само эта, тоже не даёт гладить вот Киевлянка. А перед опорозом. Вот. Давай. Лядь, лежать. Ляга, ляга, Киевлянка, давай. Ляга, хорошо делайте, да? Ляга. Ляга, хорошо делайте. Вот. Бачите, она тоже не давала себе гладить давно. А перед опорозом они все в ножки задирают. Уже думают, что поросятка. Вот поросяпа все, она раз ножку задирает, чтобы не придали. Иди, 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 иди. Еще молока нету. Нема. Так. Вот так. Короче, что у нас было? Все, вставай, ешь. Розслабляйся. Что у нас было? Перевил эту свиноматку в станок. Закрутив станок. Свиноматка, ну, килограмм 200, 200 минимум есть. Пришел, вона вылезла из станка. Все закручено, закрыто. Зацепила стремянку вот там возле бака. Тягала стремянку поломала. На каждый станок свою резетку. Вот, на каждый станок свою резетку, вагостойку. Вот так. И вы, наверное, уже, как видите видео, уже освещение по всему сараю сделано. Как вы будете смотреть это видео, наверное, уже будет свет освещения готов. Этих двух свинов я перелил. Перелик сюда, это две покрытия и узи показали. Ну, это один, как зашугань. Ну, а эти будем проверять. И еще одно, что я заметил. У этой свиноматки, которую мы завешиваем постоянно, с черным пятном и с хвостом, у нее она на свиноматку не годится. У нее не развитие задние копыта. То есть по одной половине не до развития. Она ходит и все, но ей ходит все тяжелее и тяжелее на заднюю ногу. И я заметил, что задние копыта не такие, как должны быть. Вот видите, только к таким месяцам она показывает, что она не годится на свиноматку. Так, здесь вот копыта. Вот это же мы будем свистать. Идите. Иди сюда. Вот тут будем приезжать. Это свистова. Хотя и побольше ей. И все, они переведены им хорошо. Они не тишняются. Миска хватает, поможем. И что, свиня бежит. Вот. Раз и все, засыпало. И они повыходят. Так оно творилось. Так я туда трубочку подвязал, чтобы не выходило. И она видно, что здесь задом перелазила. Будет здесь под хвостом поцарапано, ноги поцарапано. Видать, задом перелазила. Ну, сейчас успокоилось, все хорошо. Сейчас сюда буду вешать лампы, прогревать. Две будочки для поросят. Вчера поробил эти будочки. Сейчас сделаю верхнюю крышку с отверстием. И туда красную лампу. Ихай нагревает весь бетон, все место, чтобы было горячее. И так само тут у Киевлянки. Также были морозы. Да, плюс-минус 20 градусов ночью. Сараи тепло. Сараи 14, 15, до 16, когда доходило. Сараи нормально. Но проблема у самих векнах. Вот где векна, и вокруг получается векна и изморозь. И так на каждом векне. Короче, векна поганенькие, не держат тепла или пропускают холод. А я потом думаю, а что я тормозю? Надо же... У меня же куча таких векон. Достав вчера векна, потесав. Достав векна. И поставлю по такому же векну. Протремь их. Протремь, колесики подкручиваем с дверей. И будем ставить с той стороны все дополнительные пакеты. И получится 2 воздушных подушки и 4 стекла. На землю буду ставить снаружи. А в основе уберу их, вставая ее опять до следующей зимы. Задим оно будет отлично. Потому что сара теплая, а сами векна подводят. Ну вот так. Короче, вот такие вот дела. Вот я заберу сюда свет. Вот у меня вход. Вход основный. Вход идет на распределительную коробку. И с этой распределительной коробкой я уже пиду дальше на все освещение. И в кабинет. И сюда в коридор в потерьню. Ну и везде. Вот этой распределительной коробкой. Я себе сразу поставил сюда резетку. Возле коробки. Ну тут мне она удобна. Что-то сбой не делаю. Включил ее и работает. То есть резетка у меня есть. Ну то еще сопливый, сядь там же еще света нет. То есть подключаю переносочки, где мне там надо. А так сейчас вот это пиду. И поделаю везде освещение. И еще добавлю розетку на бак. Ну вот так. Скоро уже 20 число будем освещивать 20-го итальянцев в 5 месяцев. И будем освещивать Анфиса них в 4 месяца. Кто бы что ни сказал, там рекорды Гиннесу мне пишете. Там тебе надо давать Нобелевскую премию. Хай дают, я же не против. Хай приезжать. Мне пишут из Дании. Они смотрят в Дании мой канал. Такие приветствия нереально. Приезжайте, я вам дам ящик. Тягайте, взвешивайте. Я буду видео снимать. Взвешивайте. Я вам покажу, коли был опороз. Все по записам. И взвешивайте, тягайте. Да, у меня списки есть. Каждый месяц, что я вижу. То же вы рассказываете нереально. Ну как нереально, что? Я уже вообще с головой не дружу. Ну как нереально. Ну что тут нереально. Два месяца 26 килограмм, это стандартно. Это среднячок. 32-30, это так, по красоте. Ну они при отъеме 13 килограмм. Что тут еще нереально. Три месяца это 54 килограмм. Итальянцы, Анфисами 63,5 килограмм. Ну они учатся отъема. Отъема. И так само тут 4 месяца Италия была. 94, а те будут минимум 110-105, 110 будут. Ну что тут не понятно. У 5 месяцев не знаю. А если они набрали тут за месяц 40 килограмм, я думаю, они сейчас наберут не меньше, чем 40. То тут будет 130-134, ой, 124 килограмма. Ну должно быть. А там сколько будет, веста покажутся. И так идем, идем, идем до 8 месяцев. Ну что, я же сказал, что результаты непоганые при правильном, интенсивном подходе. Да, у меня мусор, да, у меня там формирование неправильно, только зерноотходы. Наверное, на грануле у вас лучше результаты. Я же не знаю. Бо кажут, что на грануле меньше расход на 30% доведет расход форма. И лучше на 20% расход. Наверное, так. Я же без поняття. Я так, и из всех свиноводьев, я самый-самый неопытный занимаюсь. Ось в январе только было 3 года. Поэтому, ну, а мне говорят уже нереально. Ну, как нереально, я бы их и не в государстве, если бы они не росли. Зачем мне? Я же смотрю свои привески. Мне нравится, я занимаюсь тем, что мне нравится. Я вижу, что тут так, вижу смысл того, что я делаю. И вижу привесок каждый день. И я на этом зарабатываю. А другой пишет, что я на нем нереально зарабатываю. Судя по комментариям, то нереально. Если у вас за 8 месяцев 120 кг, то понятно, смысла вообще держать не могу. Если вы правильно формите, я не знаю, как на грануле. На грануле, скажу, что лучше несколько раз. У меня гранулятора нет, я противник гранулятора. И тому подобного, как бы, мишуры, оно не нужно. Все так, лишняя выкачка денег. Вон опять едят. Только вот видео снимаем, прошло 15 минут, опять едят. И так каждый 15 минут. Вот. Выкинули каштана внука. И так же, друзья, еще один момент у нас не дуже приятный. Ами, иди сюда же. Ами, иди сюда же. Аматор, все нормально. Вроде бы уже не кажется, что все хорошо. Но ветврач говорит, что надо его достреливать. Вот у него, типа, у него легочная болезнь. Вот у него толку особо не будет на приятном. Не знаю, правда, или нет, но может прийти, что его достреливают. Бо он у нас переболил. Ну, и так, как мне вчера объяснил ветврач, что смысла его оставлять особо и не имеет. Может, больше одного толку не будет. Сейчас мне его держать, сейчас сколько. И кто его знает. Поэтому, может, аматору и вырежем эти ядра. Ну, ось, стою, думаю, что тут нереально. 30 дней раз. Ну, может, видно, что 30 дней. Ну, да, эти уже догоняют, да, зацюль. Ну, эти лучше иду, чем итальянцы. Италия иди, а эти еще лучше иду, итальянцы. Сейчас новые опоросы будут, так же свиньи ростимут. Ну, что там нереально. Кажешь, полтора килограмма в день смеются, как дурочка. Ну, хай смеются, ну, хай учатся. А то стажа по 20 лет, а корни так и не научатся. Да? А ты? Анфиса должна опоросыться на мой день рожденья. Анфиса у нас самая такая слабохарактерная. Да? Слабохарактерная. Она такая вроде бы гонориста, все, пока на расстоянии. А если я так сейчас кого-то сюда пустить, она вообще слабохарактерна, боязвима тогда. Ось, а це анфисаны діти. Ось, на них скоро порос, и тим скоро 5 месяцев. Ну, что тут непонятно. Итальянцы, вон их немало, уже в станочку ждем порос. Киевлянка, це их мама итальянца. Вот она буде пороситься этим 5 месяцев. А ця будет пороситься в феврале, и тим будет в феврале 5 месяцев. Ну, что тут непонятно. Вон их сейчас вроде маленький, а то старши братики будут. Старши братики, киев по 150. Ну и все, что тут такое, я не знаю. Так что приезжайте, откуда вы там хотите ехать, из Нидерландов, или из Дании, нереально. Приезжайте, я вам дам ящик, весы, включим камеру и взвешивайте. Взвешивайте, считайте. Реально, нереально рекорды Гиннеса, не рекорды Гиннеса. А мне все равно, вы считайте, если вы элементарных вещей еще не знаете, я тогда вообще уже не понимаю, за что сказать. Чи просто показывать, ой, свинки хорошие все. Так и таких дело в том, что багато людей, которые не понимают, что свиня в 5 месяцев 130, это нормальный вес, стандартный. Ну, я имею в виду нормальность порося, если ставишь на откорм, оно так и будет. А то, что оно там какое-то дворовое переведено, а на вид красивенькое, это же не говорит, что там есть хорошая заложена энергия роста. Энергии роста в нем нет, оно красивое все, а энергии роста нема. До свидания, Амігос, оно не ростимет. Ну, эти простые элементарные вещи, и рассказывать на канале, потом опять говорят, что он очень грамотный. Я показываю, как у меня есть. Я не рассказываю, как там кому надо кормить. Я показываю, как я кормлю, чем я кормлю, какие мы свои добавки делаем, какие же премиксы, Тепо, МВД-водовага, премикс-водовага. Ну, я просто показываю, а то, что там реально-нереально. Ну, он грается, а что им еще надо? Они же, я заметил, уже не лежат там под лампой, в основном то бьются, то граются. Березовка с водовагой, он постоянно в разборках. Сейчас на Грошкину нападать. И вот так вот, поели, и ризятся. Кто голодный, прийдет предстартика, чуть-чуть поесть. Та и все. Ну, что тут? Поросята хорошая. Кто покушал хорошо, тяжеленько, он спит. Брошкина гоняет, всех будет. Брошка, Брошка. Мадам Брошкина. Ну, так. А что там? Я не знаю, в мене воно так, а что воно у вас не так? О, дивитесь, не в каждого пролети, воно таки, поросята, якось, у 10 дней. Ну, согласится. Ну, что воно таки? Ну, слава Богу, то, что воно у меня таки. Ну, что воно больное? Конечно, не воно гравливое, веселое, уже разборки чинят. Хто не наївся, вон, каштана внук, хто й щось там біля мамки крутится, хто декороче, ну, і граються. Все равно, друзья, станок есть, ой, за неслоганку за это, влепился. Станок есть станок. Удобно со станком, як бы ни было, да, были плюсы и минусы, но удобство. Удобство, комфорт обслуживания, убирать хорошо и меньше вероятность, что придало. Ну, вот так. Всем спасибо за внимание. А я сейчас, мы убрали на вот, тачка стоит у меня в бойне, сейчас буду ставить наружные векна, шесть штук. У меня, кстати, восемь штук стоять, шесть тут, один в кабинете, сьомый, и в придбаннику восьмый. И двенадцать штук, у меня еще есть в наличии таких веков. Так что я буду ставить векна и заниматься освещением. Всем спасибо за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok